Слава Богу, братья и сестры! Хочется славить Бога, когда слышишь такое прославление, когда мы прославляем нашего Господа. Я думаю, что не только мудрецы радовались, когда они увидели звезду, о которой пела молодежь. Они пели, что мудрецы увидели эту звезду и возрадовались радостью великою, да. Они очень радовались. Они увидели звезду. И они знали, что эта звезда особенная. Эта звезда, которая им возвещала нечто великое. Они вычислили, они увидели, что это действительно необычная звезда. Она говорит о чем-то необычном. Но интересно, меня как-то затрагивает это. Почему мудрецы, которые были далеко, которые не были из израильского народа, они узнали это время? Они узнали, что родился царь израильский. Они узнали это время. Нам молодой брат говорил, что некоторые люди узнали Мессию, да. Один из них был Симеон, праведник. Он узнал, что это действительно Мессия. Это тот, которого Бог обещал людям. Спаситель. Он узнал его. Его глаза были открыты. Он узнал его. Узнала Анна, которая была там, в храме, вдова, старица. Она узнала, что это Мессия. Она всем людям рассказывала, что это тот, который обещан Богом. Но были люди, которые должны были узнать, и они не узнали. Это говорится в Евангелии, которое сегодня мы много слышали. Это говорит евангелист Матфей во 2 главе. Говорится, это так, когда эти мудрецы пришли и возвестили народу израильскому. Они возвестили о рожденном царе, рожденном спасителе. И эти люди не узнали. Ирод созывает всех фарисеев, всех книжников, всех знатоков священного Писания. И написано, собрал всех, 4 стих 2 глава, первосвященников, книжников народных. И спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Ифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет твой, который упасет народ мой, Израиля. Эти люди, они должны были знать. Они должны были знать. Фарисеи, книжники, те, которые изучали тщательно, закон Моисеев, апостол Павел говорит, что я был воспитан тщательно, тщательно, унув Гамалеила, воспитан в тщательном изучении закона Божьего. Он тщательно его изучал. Все фарисеи они тщательно изучали. Они знали всех пророков. Они знали, что было возвещено пророком Исаией за 730 лет до рождения Иисуса Христа. Они знали, что было сказано. Все дева в очреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Они знали это, что было написано. Но, братья и сестры, пришло время, они его не узнали. Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия, первая глава, мы знаем это место, где говорится, в 11 стишке пришел к своим. Кому? К своему народу. С вождям своего народа пришел, и они его не приняли. Пришел к своим, они не узнали. Глаза их были закрыты, они не узнали. Пришел к своим, и они не узнали его, не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя Мое, дал власть быть детьми Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Слава Господу! Братья и сестры, да, он пришел по обещанию Божьему, пророчества исполнились. Мы слышали, Исаия говорил в 9 главе, в 10 главе, в 12 главе Исаия говорит об этом, о том, что Мессия придет и говорит, пришел, пришел к своим, они его не узнали. И дальше говорит Иоанн 14 стихом, «И слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, слава Господу! Слово стало плотью и обитало с нами». Апостол Павел говорит в послании Тимофею, мы говорим, смотрим эту великую истину, которая здесь записана, которая отвечает на многие вопросы. Тимофею, первое послание, 3 глава, 16 стих, говорит апостол Павел, «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Аллилуйя! «Оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан народах, принят верою в мире и вознесся во славе, слава Богу!» Братья и сестры, это, он говорит, это беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Многие говорят, Иисус не был Богом. Апостол Павел говорит, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Это прекрасное повествование, это прекрасное слово, которое говорит нашим сердцам, слава нашему Господу и колосянам. Апостол Павел говорит, вторая глава, тоже прекрасное место. с девятого стишка, «Ибо в нем обитала полнота Божества Челесно, в нем ком? В Иисусе Христе, в этом рожденном младенце, который родился в яслях, написано, в нем обитала полнота Божества Телесно. В этом младенце, в Иисусе, обитала, то есть, Он был Богом в полноте, вся Божества полнота обитала в Иисусе Христе. И перед этим написано в первой главе 15 стих, тоже колосянам, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава, тело церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Слава нашему Господу! Братья и сестры, это не просто был младенец обычный, который родился тогда в Вифлееме. Много младенцев родилось. Мы видим, что Ирод, решив истребить Иисуса Христа, Иисуса, этого младенца, он решил истребить, когда пришли мудрецы и объявили эту вещь, что родился Царь Израиля. Он решил истребить Его, и написано, Он уничтожил всех младенцев, ровесников, Иисуса Христа в Вифлееме. Он уничтожил, убил всех младенцев, которые были и родились в то время. И история говорит, 14 тысяч, даже мы поем, да? Мы не знаем точно, но говорит история, очень много младенцев было уничтожено в то время в Вифлееме, когда родился Иисус Христос. Но Иисус Христос был особенный. Написано в Нем, в этом младенце обитала вся полнота. Почему? Этот Симеон, старец, который пришел в храм, увидел там этого младенца, он увидел в нем нечто необычное. Много младенцев приносило в храм, приносили, чтобы совершить обычный этот обряд. И Симеон, когда увидел этого младенца, он увидел в нем необычного младенца. Он увидел в нем Мессию. Он увидел в нем того, в котором вся полнота божества. Он увидел Бога, и он сказал, ныне, владыко, отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои, кого младенца, спасение, которое ты приготовил перед лицом всех народов. Слава нашему Господу! Братья и сестры, это прекрасно, это великие обетования, это то, что Бог приготовил для всех нас. Я хотел бы еще прочитать именно то место Исаия, когда он предвозвещал за много лет, он говорил именно об этом спасении, которое Бог приготовил через Сына Своего Иисуса Христа. 11 глава, с первого стишка. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почует на нем дух Господень, дух премудрости разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дело. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлов уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И дальше пророк продолжает говорить в десятом стишке. И будет в тот день корню Исееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет. Слава! Аллилуйя! Братья и сестры, здесь он провозглашает, говорит о том, что не только народ израильский, язычники придут к нему, язычники пристанут, язычники и будут иметь надежду на него, на вот этого корня Исеева. И дальше говорится, 12 глава, это как песть хваления, это фалебная песнь, это у пророка Исаия, который говорит, и скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался. Да, Бог гневался на народ. За что? За грехи. Бог гневался за то, что они принимали. Бог гневался за то, что они кланялись идолам. Бог гневался, но дальше говорит, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня, слава Господу. Вот Бог, спасение мое, упование на Него, уповаю на Него, не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мой, Господь, Он был мне во спасение. В радости будете почерпать воду из источника спасения. Аллилуйя! И Иисус Христос сделался этим источником спасения. И Он превозглашает пророка Исаия, говорит, в радости будете почерпать от источника спасения. И скажет ей в тот день, славлю Господа, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он все делал великое. Да знают это по всей земле, веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя, святой Израилев. Слава нашему Господу! Братья и сестры, это те обетования, которые Бог исполнил, свои обещания народу, которые Он обещал в самом начале, при создании мира, когда человек пал, когда он согрешил, когда он приступил к воле Божию в лице Адама и Евы, он сказал, что придет, придет эта семья, и оно поразит этого змея в голову. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И это произошло, это произошло. Спасение это, данное через Бога, Богом данное. Бог позаботился о человечестве. Бог сам позаботился. Говорит, сам Бог даст вам знамение. Сам Бог позаботится. Все дева в очлеве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит, с нами Бог. Слава нашему Господу! Братья и сестры! Но, знаете, я хотел бы сегодня еще обратить наше внимание, чтобы мы проверили себя, наши сердца. Знаете, мы говорили о том, что да, пастухи, которые пасли эти стада, они не были знатные, они не были обучены, как фарисеи или книжники, но они узнали, им открыта была эта тайна. Ангел Господень пришел, если вы были в воскресенье вечером, дети это наглядно показывали, как этим пастухам явился Бог, явился Ангел Господень, и был возвещен этот план Божьего спасения. Они узнали, к удивлению, они, пастухи, они узнали рождение Мессии, они узнали этот день, этот ангел явился. И Бог говорит в своем Священном Писании, «Славлю тебя, Отче, что ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл это младенцам». Эта тайна, она была открыта пастухам, и они это узнали. Они пришли и поклонились Иисусу, младенцу. И здесь говорится, я прочитаю вторая глава Луки, сегодня много мы слышали с этой главы, братья читали, возвещали нам это слово. И здесь написано, что в те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квилиния Сирией. И я не знаю, что побудило этого правителя сделать перепись. Что побудило? Написано, было первая. О второй переписи ничего не повествуется. Это была первая перепись, и она была как раз в то время, когда необходимо было родиться Иисусу Христу, когда необходимо было исполниться Священному Писанию, чтобы с Назарета Иосиф и Мария они пришли в Вифлеем, и чтобы там родился Иисус Христос. Это было полностью руководство Божье в этом рождении Иисуса Христа. Написано, это было перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна. Братья и сестры, представьте эту ситуацию. Эта перепись, она была настолько строга, настолько она была, как сказать, принудительна, все должны были идти записаться. Независимо от положения, независимо от ситуации. Мария была беременна. Через пару дней ее нужно было родить. И они решились идти в этот дальний путь. Почему? Потому что они захотели. Нет! Они должны были идти. Их к этому принудили. Они должны были идти туда на перепись. И написано, Иосиф с Назарета. Это было не маленькое расстояние. Они вышли, чтобы идти записаться в Вифлееме, в городе, к которому они принадлежали. И когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. Потому что не было им места в гостинице. Братья и сестры, интересно, все это событие, оно было предусмотрено Богом. И написано, они были там. И мы смотрели эту постановку, когда дети нам представляли, и они к одному подошли, и мы говорим, нет, места нету, другим нету, третьим места нету. Я думаю, Иосиф обошел там многие места, чтобы найти это место, где можно было бы иметь это спокойное место, удобное, для того, чтобы родился младенец. Они обошли этот Вифлеем, они узнали все эти места, он знал эти места, он был с этого города. Он не был человек случайный, он знал эти места, и не нашлось им места там. Не нашлось им места. Они вынуждены были идти в эту пещеру, в этот хлев, где были эти животные. Написано, она родила, спеленала и положила его в ясли. Положила его в эту кормушку для овец, для скота, где этот младенец провел свой первый день. И я думаю, там не было таких, может быть, соответствующих условий для рождения ребенка. Мы когда видим, вот сегодня рождаются дети в госпитале, да, там все стерильно, все там такие условия, чтобы было, как сказать, безопасно, чтобы младенец, когда родился, чтобы он был в безопасном месте, но Сын Божий родился и был положен в эти ясли. В эти ясли. Написано, она спеленала его и положила в ясли, на соломе, там. Он нашел себе место. И по какой причине, написано, не оказалось им места. Не оказалось. Их не узнали. если он царь Израиля, если он тот обещанный Мессия, если он тот, который за 730 лет был за него сказан наперед, что родится. Я думаю, Израиль должен был готовиться встретить его. Должен был готовиться. Но они его не узнали. Они его не приняли. Братья и сестры, сегодня я хочу сказать каждому из нас. Иисус Христос пришел. Мы читаем с этого местописания. Он пришел. Он пришел на эту землю. Он показал себя. Он открылся. Он показал себя. Он сказал, это я. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Но сегодня вопрос, имеет ли он место в нашем сердце? Имеет ли он место в нашем сердце? Пригласили ли мы его сегодня? Дети, если бы Иисус Христос родился, вы пригласили бы его к себе домой? Приняли бы? Вот сегодня, на данный момент, если бы он родился, приняли бы мы его сегодня к нам в дом? А вы знаете, написано в Священном Писании, и сегодня я стою у двери и стучу. И кто услышит этот голос, кто услышит и отворит двери, к тому войду, и буду вечерять с ним, и он со мною. Очень важно сегодня, сегодня мы слышали это слово, что для того, чтобы услышать его голос, нужно иметь эти открытые уши. И Слово Божие не раз говорит, Иисус Христос говорил, кто имеет эти уши открытые, да слышит, что Дух Святой сегодня говорит. Я сегодня хотел бы сказать и спросить каждого из нас, мы сегодня открыли наше сердце, живет ли он в нашем сердце, приняли ли мы сегодня его, в какой категории мы сегодня находимся, узнали ли мы его голос, услышали ли его и живет ли он в нашем сердце. Это очень важный вопрос для каждого из нас. Сегодня он возле нашего сердца, сегодня он проходит между нами, и как мы сегодня среагируем, не так ли, как те, которые в воскресенье на сцене говорили, нет, нету, да, нету места, да, нету места, многим, да, двом или трем или к четырем подходили, нету машут, нету места, идите дальше, может быть сегодня Иисус Христос проходит возле твоего сердца, и ты машешь, Иисус, я не готов, еще дать тебе сердце полностью, я не готов, нет, очень важный вопрос сегодня для каждого из нас, готов ли ты сегодня открыть свое сердце полностью Иисусу Христу, чтобы Он был Господом в твоем сердце, не гостем, Господом, хозяином в каждом сердце, это очень важный вопрос, мы можем быть свидетелями Иисуса Христа, Его жизни, Его служения, один раз Иисус Христос задал такой вопрос фарисеям, помните? Один вопрос, конкретный вопрос, Он задал фарисеям, конкретный вопрос, сам Иисус Христос, что вы думаете о Христе? Это вопрос, который задал Иисус Христос фарисеям, что вы думаете о Христе? Что вы думаете о Христе? Он задал этот вопрос, И сегодня этот вопрос, он звучит каждому из нас. Иуда ходил с Иисусом Христом три с половиной года. Он был свидетелем всех проповедей Иисуса Христа. Он был свидетелем всех чудес, которые совершал Иисус Христос. Он был свидетелем его жизни. Он ходил с Ним. Он разделял с Ним хлеб. Он был рядышком. Но пришло время. Иуда, отказался ты Иисуса Христа. Он продал Его. Он продал Его. Хотя впоследствии он раскаялся и сказал, было его свидетельство, что я виновен. Я предал кровь невинную. Он засвидетельствовал фарисеям. Я виновен. Я предал кровь невинную. Он пришел, он увидел это. Он осознал. Но было уже слишком поздно. Он был свидетелем. Братья и сестры, очень часто в жизни людей бывает, что люди являются свидетельством Божьей силы. Свидетельством того, как Бог спасает тысячи людей. Свидетельством того, как многие люди получают прощение, освобождение, исцеление. Я думаю, каждый из нас может это засвидетельствовать. Но сегодня вопрос, что ты лично думаешь о Христе? Какое твое личное отношение с Иисусом Христом? Вопрос был задан фарисеям. Что вы думаете о Христе? И сегодня этот вопрос. Что мы сегодня думаем об Иисусе Христе? На каком сегодня месте Он нашей жизни? Является ли Он Господином нашей жизни? Является ли Он единственным тем, которому мы поклоняемся? Является ли Он тем, что мы ценим? Является ли тем, кем мы фалимся? Является ли Иисус тем, кому мы воздаем славу в нашей жизни? Кому мы служим? Кому мы постоянно отдаем наше внимание наше время? Которое является центром нашей жизни? Является ли Иисус Христос сегодня этим? Или мы иногда, может быть, являемся в числе тех, которые не узнали Его? Что ты сегодня думаешь о Христе? Это был серьезный вопрос, который задал Иисус Христос фарисеям, книжникам. Что вы думаете о Христе? Что вы думаете о Христе? Пускай Бог сегодня благословит наши сердца. Пускай Он сегодня Духом Святым задаст этот вопрос в наши сердца. И чтобы мы ответили правильно каждый себе, что я сегодня думаю о Христе. Какой сегодня мой ответ? Что я сегодня могу ответить? Могу ли я ответить так, как ответил Симеон? Это спасение, которое было приготовлено Богом. И ныне, говорит, отпускаешь раба твоего, владыко, с миром. Он узнал в Иисусе Христе спасение, которое Бог приготовил. Он надеялся, Он ожидал его. Он ожидал это спасение. Он его дождался. Слава нашему Господу, братья и сестры. Сегодня я хотел бы, чтобы мы подумали очень серьезно. Да, мы встречаем этот серьезный праздник, этот радостный праздник. Мы должны об этом радоваться. Мы должны об этом благодарить Бога. Мы должны прославлять Бога. Мы должны радоваться о спасении, которое Бог дал, приготовил перед лицом всех народов. Написано, свет просвещения язычников. И к славу народа твоего, Израиль. Слава Господу, братья и сестры, что сегодня открылся нам, язычникам, Иисус Христос. Это спасение, оно принадлежит всем, которые приняли Иисуса Христа. Слава нашему Господу. Поэтому, да благословит Господь, чтобы наш ответ был сегодня радостным. Чтобы наше сердце радовалось. Но если мы еще этого не сделали, если мы еще не ответили себе на этот вопрос, «Что вы думаете о Христе?» Что вы думаете о Христе? То сегодня мы должны себе ответить. Является ли Он моим Спасителем? Что вы думаете о Христе? Моем ли мы сегодня сказать «Да, я Его знаю, Он есть Спаситель моего сердца?» Он есть Тот, на Котором мы упываем. Я знаю сегодня Иисуса Христа. Он есть Спаситель мой, я на Него упываю. Это прекрасное исповедание. Братья и сестры, слава нашему Богу. Еще напомню раз это место, где Тимофею апостол Павел говорит, «Беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, ангелом, проповедан народах, принят верою в мире, вознесся в славе». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Давайте мы искренне прославим нашего Господа, воздадим Ему достойную славу, потому что Он явил Себя. Он, Тот, о Котором я читал, что Он был рожден прежде всякой плоти, прежде всякой твари. Он был рожден Отцом. Написано, им было создано все, им и для Него создано. Все начальства, власти, престолы, господства, все это им было создано и для Него. И Он, этот Бог, эта полнота всего, Он пришел и родился на землю. Он родился в этом маленьком младенце. Он пришел и явился миру в этом маленьком младенце, чтобы спасти род человеческий. Почему? Потому что не было другого пути. Не было другого пути спасения. Это единственный план, который Бог предназначил прежде создания мира. Сыну Божьему прийти на землю, принять образ человека, родиться, вырасти и потом предложить себе в жертву умилостивление, заплатить за эту цену за грех человека, который невозможно было другим путем покрыть или искупить. И мы сегодня отмечаем этот великий, этот замечательный день рождения нашего Спасителя, Иисуса Христа. Слава Богу! И я вас всех поздравляю с этим прекрасным днем рождения Иисуса Христа. Поэтому давайте мы склонимся, искренне воздадим Ему славу, поблагодарим Его, прославим Его за это спасение, за то, что Бог предназначил, приготовил для нас этот прекрасный дар в лице Иисуса Христа. Аминь.